Всем привет, дорогие друзья, хочу представить вашему вниманию видео, в которых я буду рассказывать вам о знаменитых людях нашего времени. И первым человеком, с биографией которого хотелось бы вас познакомить будет актер, Савелий Крамаров. Крамаров Савелий Викторович родился 13 октября 1934 года в Москве. Папа Савелия, известный столичный адвокат, мама-домохозяйка. Когда Саве исполнилось 4 года, отца арестовали по обвинению в агитации против советского строя, он был осужден на 8 лет. Отца Савелия почти не помнит, он видел его лишь раз, когда его освободили, и он ненадолго приехал в Москву, чтобы повидаться с родными. Но оставаться в столице отцу не позволили, и он уехал. Выживать в семье без единственного кормильца было очень тяжело. Устроиться на работу мама не могла до тех пор, пока не развелась с осужденным мужем. Мама умерла, когда Саве было 16 лет. Парня взял на попечение родной дяди. После школы Савелий попробовал поступить в театральный, но провалил экзамены, поэтому поступил в лесотехнический институт, по окончании которого пришлось работать по специальности. После этого Сава сумел несмотря на огромный конкурс, поступить в театральную студию при Центральном доме работников искусств. Вскоре начинающий артист дебютировал в картине «Им было 19». Это была небольшая роль, но именно с нее началась его актерская биография. По-настоящему артиста заметили после фильма «Друг мой Колька», вот тогда он и получил долгожданное признание. В последствии именно эту роль Савелий Викторович называл одной из лучших в своей творческой карьере. Огромный успех ожидал артиста после выхода «Неуловимых мстителей». В 1967 Крамаров получил приглашение в театр миниатюр, но именно кино, а не театральные подмозги превратили актера в легенду. В 70-х он был наиболее известным комедийным артистом в стране, а в 1972 Савелий наконец поступил в Государственный институт театрального искусства и получил актерское образование. Наиболее масштабной работой актера считается роль вора-рецидивиста из фильма «Джентльмены удачи», многие фразы из этого фильма стали крылатыми. Без Савелия Викторовича не обошлись обе легендарные постановки «12 стульев». В одночасье на него свалилась ошеломительная слава, для артиста даже сделали исключение разрешив ему приобрести белый «Фольксваген». В 1974 ему дали звание заслуженного артиста. Отвечая журналистам на вопрос о дальнейших планах Савелий с юмором ответил «Буду копить на народного». К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Во время учебы в театральном институте у Савелия возник роман с однокурсницей Людмилой. Вскоре они поженились, но этот союз оказался краткосрочным. Следующая его супруга, правда гражданская, архитектор Мария. Вместе они были 13 лет. В 1986 артист официально вступил во второй брак. Через год жена Марина родила ему дочь Бенедикту, но супруги прожили недолго. Последний год своей жизни в Америке Савелий Краамаров прожил с Натальей Серадзе. С годами Савелий Викторович стал больше задумываться о смысле жизни, особенно после того как его дядя эмигрировал в Израиль. С тех пор он ведет довольно сомнительный, как для того времени образ жизни. Он увлекся йогой, вегетарианством, регулярно посещал синагогу и даже отказался сниматься в субботу. Предложения на съемки стали поступать все реже и со временем иссякли совсем. Краамаров это понял, как молчаливый намек власти о своем нежелательном присутствии в стране. И Савелий решился подать документы на эмиграцию, ему отказывают. По правилам того времени в случае эмиграции нужно было изъять из оборота картины, где снимался актер. А их было больше сорока, и большинство очень известные. Осенью 1981 года Савелий Краамаров с Александром Ливенбуком написали отчаянное письмо президенту США Рейгану, где пожаловались на судьбу. Письмо прочитали под голосу Америки. После этого держать артиста не стали. Он эмигрировал в октябре 1981 года в США. Краамаров выбрал местом жительства Лос-Анджелес. Актер не страдал от отсутствия работы. С его участием появился целый ряд картин. Москва на гудзоне. 2010 – Вооруженный опасен, Красная жара и другие. Савелия Викторовича приняли в гильдию киноактеров, хотя это было практически невозможным для эмигрантов. На родине после эмиграции актер побывал дважды. В 1992 он был приглашен как почетный гость на кинофестиваль «Кинотавр». Во второй и последний раз он приехал в Россию в 1994, за год до своей кончины. Скончался Савелик Краамаров 6 июня 1995 года в больнице Сан-Франциско. В 2004 году в США и России вышел документальный фильм Савелик Краамаров. Джентльмен Удачи, посвященный его жизни и творчеству. В картине принимали участие коллеги-близкие друзья актера. Дорогие друзья и гости моего канала. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и оставайтесь с каналом Полковник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...